Биткоин и эфириум всегда падают. Так зачем мне это покупать? Доброе утро, добрый вечер, добрый день, где бы вы ни были, когда бы это ни было. Спасибо за просмотр моих видео. Меня зовут Давинчи Джереми. Я здесь, в Дубае, и я понимаю, что вы чувствуете. И это как? Что, черт возьми, случилось? Биткоин упал. Что это? Я думаю, около 20% или... Но в итоге это оказалось около 12%, 12-15% в общем. Вчера и что, черт возьми? То же самое со всем остальным. Было много красного, правда? Прошлой ночью и вечером в Дубае, наверное, утром для вас, ребята, в Северной Америке. И вы думаете, что, почему? Вы, наверное, думаете, почему биткоин и эфириум всегда падают? Разве они не должны всегда расти? Нет, потому что у нас есть люди вроде Джима Крамера, который каким-то образом умудряется повернуть цену вокруг, когда он говорит. Когда он позитивен, цена идет вниз. Когда он негативен, цена идет вверх. Не знаю. Он как-то связан с этим. Итак, вы можете торговать им с точностью около 95% обратной сделки. Так что, если вы хотите торговать, можете сделать это на buybit.davinci15.com, 2bit.davinci15.com. Ссылки в описании ниже. Окей. Так что, да, он выходит, знаете, говоря, что, знаете, биткоин нельзя убить, правда? Он здесь, чтобы остаться. Этот парень, номер один сигнал к продаже, когда он становится позитивным, и сигнал к покупке, когда он становится негативным. Фактически, Анна, которая моя ассистентка, смотрит прямо сейчас. Сделай мне одолжение и попроси новости отправить тебе уведомления. Когда только Джим Крамер и биткоин появляются, ладно? Есть гугл-уведомления для этого. Так что, в тот момент, как это произойдет, я сразу узнаю об этом. Ты мне скажешь, и я сразу же оповещу всех у этой масштабной сделки. Окей. У меня есть группа для держателей токенов DJ15. Я дам вам доступ к совершенно новой стратегии, которую я перерабатываю, как покупать крипто, чтобы получить, получить эту новую стратегию. Вам нужно перейти на этот, этот, этот сайт прямо сейчас и нажать «Присоединиться сейчас». Сейчас это сломано. Кажется, что работает сейчас, но есть некоторые сломанные части. Так что. Мы это исправим, когда вы туда пойдете. Окей. Давайте посмотрим на графики и увидим, что мы можем сделать. Если вы заинтересованы в торговле, убедитесь, что вы перейдете на buybit.devinci15.com или dobit.devinci15.com, ссылки в описании ниже. Убедитесь, что вы также подписались и нажали кнопку лайка, правда? Это очень важно. Окей. Так что вы можете видеть, биткоин только что упал. И знаете что? Индикатор для этого был здесь, потому что я смотрел на это. Я думаю, почему это не продолжилось за этим и не закрылось свечой на 4 часа здесь? Почему это произошло? И я был, это эфириум. И я смотрел на это вчера. Я думал, это немного странно. И да, это было явно, потому что, эм, да, был явный сигнал, что, эм, что мы собираемся сломаться? И это то, что мы сделали. Теперь. Это указание также означает, что этот сбой также означает, что мы на самом деле увидим дальнейший сбой на биткоине. Я был бы осторожен прямо на участке здесь, сейчас, на точке сопротивления, поскольку он пытается пробить это сопротивление, скорее всего, мы его пробьем, потому что мы перепроверили его прямо над сопротивлением там. И, вероятно, мы пробьем его, скорее всего, до этого уровня вверху. И если мы это сделаем, вот, где вы хотите ставить шорты, или даже здесь, в этой области, которая является областью примерно 44 500, здесь вы определенно хотите ставить шорты как сумасшедший. Так что вы могли бы добавлять шорты все путь вверх. Это практически сделано, что биткоин упадет 10 января. Так что я имею в виду, вы можете отметить это в своем календаре. Вот и все. В воде все путь вниз. Может быть, февраль будет лучше месяцем, но сейчас мы мертвы на воде благодаря Джиму Крамеру и в основном Федеральному резерву и банковской системе. Это не только их вина, но и потому что рынки, у них есть прилив и отлив. Когда что-то переоценено, оно будет корректироваться. И было много признаков того, что это было, здесь было много зон движения. Это была вся зона движения, которую я отмечал фиолетовыми линиями здесь. В основном говоря, знаете что? Здесь много сопротивления. Все эти фиолетовые линии были сопротивлением. И да, мы встретили одно ключевое сопротивление, и оно упало прямо обратно вниз. Так что это было ожидаемо. Окей. Закроем это для эфириума. Да. В основном вы ищете возвращение к приблизительно. Этому уровню в районе 2265. Это четкая зона, где эфириум начинает подниматься к этому и держаться, и ломаться. Мы можем начать искать охоту за шортами в более короткие сроки и шортить это. Все путь. Но не слишком далеко. Не путайте. Это только цель. Оф. Посмотрите на это. Оно уже достигло цели. Черт. Когда я вам сказал, эй, если мы пробьем этот уровень здесь, это была цель. Черт. Ладно. Так что я был бы осторожен здесь. Эм. Это может. Эх. Это на самом деле может, потому что оно уже достигло своей цели вчера. Черт. Мы можем сказать это. Окей. Эм. Эфириум может не вернуться сюда, но фитили и хвосты любят быть съеденными. Так что, вероятно, оно достигнет этой цели внизу, но мы, возможно, захотим подождать четкого сигнала Эм, другого сигнала Эм здесь. Так что я бы подождал. Я бы на самом деле проигнорировал это. Это действительно следует игнорировать. Так что я отпущу это. Это следует игнорировать. Нам нужно подождать другого типа сигнала для Эфириума, чтобы он проявился, прежде чем мы на самом деле начнем шортить Эфириум. Хорошо. Спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз. Пока.